Всем привет! Второй выпуск призраков старого софта. Сегодня он посвящен такой забытой, а может кто-то об этом и не знает, но те кто пользовался компьютером в 90-е годы помнят такую штуку как Марс. В те годы компьютеры были сосредоточены в основном в институтах, будь то обучающие институты или научно-исследовательские, ну и на разных фирмочках. И вот разносились на дискетах две такие программки S, то есть Земля и Марс. Вот я сейчас на экран вывел Марс. Этот Марс, он интерактивный. Можно перемещая мышью, смещаться по ландшафту. И знающие люди говорили, что это фрактальная графика. Тогда вообще термин фрактал не был широко знаком, но он и сейчас не очень широко знаком. Но тем не менее работающие на разных фирмочках программисты утверждали это фрактальная графика. Другая подобная программа называлась S, и в ней вы не могли управлять перемещением мышью. Но зато небо там было синее, холмы зеленые, и был включен постоянный пролет над этим ландшафтом. К сожалению, я не нашел S, а нашел Марс, Марс Эксия, и решил узнать, ну а кто же создатель этого шедевра, и какова лежащая за ним технология. Оказалось, это демо программка, выпущенная в 1994 году Тимом Кларком. В описании к этой программе, к этому выпуску призраков старого софта, я дам ссылочку на статью Тима Кларка, разработчика Марса, где он описывает алгоритм Марса. И этот алгоритм, он потом породил целый ряд подобных программ, в том числе ландшафт Земли. Тим Кларк назвал свою программу воксельными ландшафтами, технологию лежащую за этим. Он назвал воксельными ландшафтами, и, ну, я не буду пересказывать статью, лишь скажу, что утверждение, так сказать, советских программистов 90-х годов, о том, что эта фрактальная графика имеет свои основания, поскольку карта высот для вот этого вот ландшафта, она генерируется действительно фрактальным способом. Марс запустился у меня только в обычном DOSBox, и не запустился в DOSBox X. У меня нет старого железа с DOS, чтобы протестировать эту демку на настоящем железе, и поэтому вот я вам показываю, как она работает в DOSBox, работает хорошо. Клавиша Escape, выход. На этом выпуск призраков старого софта завершен. Очередной выпуск. До новых встреч!